Здравствуйте! В эфире специальный выпуск программы «Республика» о главных новостях Чувашии прямо сейчас. Сегодня на заседании Кабинета Министров временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев говорил о самой главной теме месяца. У нас с вами на сегодняшний день 16 человек, заболевших с подтвержденной реакцией, с коронавирусной инфекцией. Один человек, который самый первый был зафиксирован, как заболевший, он выздоровел. 795 человек находятся в режиме наблюдения. Ну и из них, они, это наблюдение в разной степени, значит, кто-то находится дома, основная часть, это 693 человека, остальные, соответственно, либо в стационарных условиях, либо в обсерваторе. Вчера было принято решение об ужесточении мер изоляции. В связи с этим просьба наладить более тщательную работу по контролю за тем, чтобы эти меры соблюдались. Были зафиксированы факты всплеска незаконных межмуниципальных пассажирских перевозок. В связи с этим просьба и Министерства транспорта Чувашской республики, и коллеги из правоохранительных органов обратить на это внимание и провести необходимые превентивные мероприятия по недопущению вот такой незаконной предпринимательской, кстати, этой деятельности. Потому что здесь, помимо незаконной предпринимательской деятельности, есть вот как раз риск бесконтрольного передвижения лиц, которые, возможно, на сегодняшний день являются больными новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, сейчас активно обсуждаются меры поддержки предпринимательства в Чувашской республике. Приняты меры, вернее, принято решение и разрешена деятельность ряду промышленных предприятий и отрасли строительства, естественно, при очень жестком соблюдении всех мер предосторожности и мер защиты. В столичной поликлинике номер 2 по улице Энтузиастов после проведения дезинфекции функционирует кабинет ЭКГ и неотложной экстренной медицинской помощи. Хирург и врач-терапевт принимают пациентов с 8 до 19 часов. В Рио главы Чувашской республики Олег Николаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководителями 17 крупных торговых комплексов Чебоксар и Новочебоксарска. Олег Николаев и руководители ведомства рассказали собственникам крупных торговых предприятий о мерах поддержки, на которые они могут рассчитывать в связи с вынужденным простоем, и ответили на их вопросы. То есть торговые центры являются самой неконтролируемой зоной, где мы не можем обеспечить безопасность граждан. И это в том числе нас заставляет предпринимать превентивные меры по недопущению концентрации, вот такой неконтролируемой концентрации людей в разных местах. Прошу с пониманием отнестись к тем решениям. В ближайшее время, к сожалению, мы не можем пойти на то, чтобы торговые центры возобновили свою деятельность. Ранняя весна подвинула привычный график весенне-полевых работ. В 14 районах республики, в том числе в Цивильском, началась подкормка. А зимы неплохо пережили зимовку и вышли из-под снега в хорошем состоянии. Почва уже подсохла и аграрии в полной мере используют на полях технику. В данной ситуации подкормка проводится с сиявками. Как раз я считаю, что это самый оптимальный вид подкормки, потому что мы доставляем удобрение на глубину 3-4 сантиметра непосредственно в корневую часть растений. И в второй момент мы добиваемся разрушения почвы кортки, оставшейся после зимы. Подкормка озимых культур – это важнейший агрономический прием, который позволит максимально увеличить урожайность выращиваемых культур. Александр Соловьев, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Чувашская метрополия тоже включилась в борьбу с коронавирусом. Вот как это выглядело. Председатель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества священник Спаса Преображенского женского монастыря в Чубоксарах, отец Георгий Орлов, совершил крестный ход по воздуху. Он летал над территориями сразу двух городов – Чубоксар и Новочубоксарска. В руках у него была знаменитая Владимирская икона Божией Матери. Она считается покровительницей столицы. Историки считают, что именно этой иконой благословили создание будущей столицы республики. Крестный воздушный ход был направлен против вредоносного поветрия и смертоносной заразы, говорят священнослужители. Это главные новости к этому часу. Следующий специальный выпуск программы «Республика» в 13.00. До встречи!